Привет! Наверняка ты уже посмотрел наш ролик о внутренних факторах ранжирования сайта и знаешь, что связка внутренних страниц онлайн-ресурса гиперссылками отлично сказывается на его продвижении в поисковой выдаче. Процесс проставления внутренних ссылок называется перелинковкой. Это упрощает навигацию для посетителя, положительно влияет на поведенческие факторы и конверсию сайта. Итак, я Рома из NetPeak, это 33-й ролик на пальцах, и сегодня я расскажу тебе о принципах правильной внутренней перелинковки, на которую так падки роботы поисковых систем. Поехали! Внутренняя перелинковка нужна, чтобы помочь проиндексировать страницы сайта поисковому роботу, распределить статический вес ссылок, увеличить глубину просмотра и длительность пребывания пользователя на сайте. Давай зафиксируем несколько базовых принципов. В перелинковке обязательно должны участвовать важные для продвижения страницы. В первую очередь необходимо увеличивать вес категорий и фильтров. Также нужно избегать ситуации, когда на страницу ссылки есть, а с этой страницы ссылок нет. И, конечно, на сайте не должно быть ссылок на закрытые для индексации страницы. Теперь подробнее о том, какие внутренние ссылки нужно делать для интернет-магазина. Во-первых, позаботься о ссылках в так называемых «хлебных крошках». Это элементы навигации, которые располагают возле названия страницы под шапкой сайта, чтобы пользователи понимали, в каком разделе они находятся и могли перейти на уровень выше. Если разместить хлебные крошки внизу страницы, они, скорее всего, выпадут из поля зрения пользователя. Ссылочный вес у них будет минимальный, так как он снижается по мере расположения ссылок на странице сайта. Если в крошках также отображается текущая страница, она не должна быть ссылкой. Например, как здесь. Для улучшения навигации и кликабельности по ссылкам можно использовать выпадающее меню. Его важно сделать удобным, но при этом не стоит включать в него все, что есть на сайте, вроде ссылок на страницы фильтров, так как ссылочный вес начнет распределяться неравномерно. На страницах категорий в боковом меню стоит добавлять ссылки на подкатегории или фильтры. Обычно это определенные бренды или типы продуктов. Еще один тип ссылок, который пригодится твоему интернет-магазину, это ссылки со страниц карточек товаров на страницы фильтров. Оптимизированные страницы фильтров важно наполнить ссылочным весом и увеличить их релевантность с помощью анкорных внутренних ссылок. Анкорными называются ссылки в тексте. Обычно в блоках характеристик или описаний есть поле, где прописаны параметры фильтрации товаров. Именно там нужно настроить автоматическую генерацию ссылок на соответствующие фильтры в категориях, которым привязан товар. Это ускорит индексацию страниц фильтров и придаст им статический вес. Также для каждого фильтра можно прописать альтернативное название. К примеру, если в блоке фильтров цвет название фильтра белый, то для основной массы категорий самыми релевантными будут запросы вроде белые ноутбуки или ноутбуки белого цвета. Соответственно, на карточках товаров в любом видном месте стоит разместить блок со ссылками на максимально релевантные анкоры. Главный недостаток этого способа в том, что он медленно реализуется из-за большого количества ручной работы. В блоке с фильтрами на страницах категорий нужно внедрить значение фильтрации товаров с помощью ссылок на страницы фильтров. На них должны быть видны ссылки на страницы пересечения двух фильтров в том случае, если они открыты для индексации. В обратном случае будет расходоваться краулинговый бюджет поискового робота. Это количество страниц, которые он может проиндексировать за один обход сайта. Все новые страницы в таком случае могут очень долго не попадать в индекс поисковых систем. Можем сделать и по-другому. На страницах фильтров должны быть видны ссылки на другие страницы фильтров, но не из обычного блока со ссылками, а из отдельного заметного на сайте блока. Следует разместить ссылки с наиболее релевантными анкорами, которые прописываются заранее. Так ты получаешь максимальную релевантность запросу, но из-за большого количества ссылок появляются проблемы с юзабилити и опять-таки много замедляющей ручной работы. Ссылки нужны в любом случае, но важно не переусердствовать, чтобы не появилось несколько сотен ссылок в блоке с фильтрами, потому что так растратится вес категории. Здесь смело подглядывай за конкурентами и смотри, как это реализовано у них. Еще один тип ссылок, которые пригодятся твоему интернет-магазину, это ссылки с карточек товаров на другие товары. В первую очередь для этого используют блоки «Похожие товары» и «Рекомендованные товары». Эти ссылки полезны не только для распределения ссылочного веса, но и для повышения конверсии. Чтобы не получить неверно распределенный вес в случае удаления карточек товаров, в одном блоке должно быть не менее пяти ссылок. Также нужно задать правило, по которым эти ссылки будут добавляться. Так ты сможешь получить кольцевую связь. К примеру, на страницах товаров в тематике электроника должны быть ссылки на товары этого бренда или на другие товары с отклонением цены не более 10-15% от стоимости текущего товара. Последний тип ссылок, о котором я хотел бы рассказать, это ссылки со страниц брендов. На страницы брендов нужно добавить блоки со ссылками на фильтры по этому бренду в категориях. Лучшего эффекта можно добиться, если сделать ссылки с анкорами вида категория «Плюс бренд». Если использовать все перечисленные приемы, выйдет сложная система внутренней перелинковки. В этом случае категории – это высокочастотные, фильтры – это среднечастотные, а товары – это низкочастотные фразы. Главная страница и категории будут собирать основной ссылочный вес. Главная также получит основную массу внешних ссылок, благодаря чему станет более авторитетной в глазах поисковиков и сможет влиять на ранжирование категорий. Часть веса будет перераспределяться с нее на категории, а с них распределяться на фильтры. Для расчета внутреннего веса страниц используй наш инструмент NetPickSpider. Он позволит тебе увидеть ссылочный вес страниц твоего сайта. Ссылку на сервис и промокод ты найдешь в описании под этим видео. Итак, если ты решил взяться за внутреннюю перелинковку своего интернет-магазина, проставь ссылки в хлебные крошки и помести их на видном месте. Выведи ссылки со страниц карточек товаров на фильтры, пересечения фильтров и на карточки других товаров. Задействуй ссылки с анкорами категория «Плюс бренд» и стань властелином навигации пользователей и поисковых роботов на своем сайте. Это все на сегодня. Если тебе понравилось, то как обычно, ставь пальчик вверх, в фейсбучи это видео своим друзьям, подписывайся на наш канал, читай блог NetPick и будь счастлив. Пока, до следующих выпусков. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!